На самом деле хочу сказать, что я был здесь когда в 2012 году, то тогда я рассказывал здесь про разработку расширений под браузер Chrome и ту пользу, которую можно из этого извлечь. Сегодня я тоже косвенно коснусь Chromium, дизайна, user experience и все это вокруг Яндекс.Браузера и проекта Кусто, поскольку вот уже, наверное, второй год я в команде Яндекс.Браузера. Отлично. Теперь, собственно, наверное, перейду к презентации, пока я не забыл вообще о чем я тут хотел рассказать. Чтобы не повторяться просто с той статьей, которую мы опубликовали на Хабре или то, что писали в СМИ, я немножко расширю формат, добавлю буквально еще чуть-чуть немножко истории, чтобы, наверное, в этой начальной стадии рассказать, точнее, ответить на те вопросы, которые обычно в первую очередь возникают. Просто чтобы потом сэкономить время. Зачем? Даже нет. Что было до 2012 года, когда вышла первая версия Яндекс.Браузера? Рынок браузеров был уже сформирован. Это был Chrome, Opera, Firefox, остатки интернет-эксплорера. Поэтому, в принципе, разумный вопрос, который обычно возникает, зачем Яндекс создавал свой новый браузер? Тем более, что на тот момент у нас уже были брендированные сборки, брендированные сборки Firefox, была даже собственная сборка Chromium. Может кто-нибудь помнит, она называлась сначала Яндекс.Хром, потом называлась Яндекс.Интернет. Многие ошибочно считают, что эта сборка является что-то вроде первой версии Яндекс.Браузера, хотя на самом деле у них между ними общего, наверное, только в Chromium. И больше ни в чем. Так зачем надо было вкладывать ресурсы, достаточно немаленькие, и время, и разработчиков на то, чтобы переделать полностью продукт, создать уже действительно свой продукт? Обычно я на это отвечаю стандартной фразой, на стандартный вопрос, наиболее часто возникающий. Но сегодня, наверное, сделаю маленькое исключение, чуть-чуть углублюсь в историю, и обратимся немножко к каким годам. Давайте взглянем, вернемся в середину 90-х годов. Компания Google возникнет в 98-м, поисковик Яндекс.Веб, по-моему, он тогда назывался, будет представлен в 97-м году, а это где-то 95-й или около того. На тот момент Рунет уже был, в принципе, сформирован, уже были сайты, по которым надо было так и иначе искать. И поисковики уже были. Это была Альтовиста, которая на тот момент обладала наиболее мощными, чуть не сказал API, наиболее мощными серверами. Были некоторые другие поисковики, и все они, в принципе, работали. То есть, в принципе, люди могли искать. Проблема была в том, что никто из них особо не понимал русский язык. И та же самая Альтовиста, она умела искать по русскому интернету, но, например, путала кириллицу с болгарским языком периодически. Про поддержку морфологии вообще никто тогда не знал, про морфологию русского языка, поэтому даже нет. И самая большая проблема была в том, что никто не пытался что-то изменить, всех все устраивало. На тот момент Яндекс уже разработала большое количество поисковых приложений не в плане поиска по всей сети, а поискового приложения для патентного бюро, поискового приложения для поиска по каждому конкретному сайту, и знал про морфологию, знал про многие особенности русского языка. Поэтому были технологии, были уже решения известных проблем, и была возможность выпустить поисковик. Этой возможностью воспользовались. С браузером примерно произошло все то же самое. Я тут покажу скриншот. Я, наверное, чуть раньше переключился на него. С браузером произошло чуть примерно все то же самое. Были в 2012 году большое количество браузеров, которые на любой вкус, до тот момент они все еще выглядели достаточно по-разному, никто еще друг друга сильно не копировал. Спрашивают, зачем надо было что-то менять. У нас были определенные наработки, мы знали, что можно улучшить в текущих браузерах, или что добавить своего. Маленький пример, просто чтобы не быть голословным. Все мы знаем, что браузер умеет запоминать историю посещения страниц. Когда вы вводите, посещаете сайт, они попадают в историю, и эта история впоследствии используется для формирования поисковых подсказок по мере того, как вы вводите во мне боксе в адресной строке первые символы адреса. Например, вы пишете хабра, у вас подставляется хабра-хабра. Я взял скриншоты с хромиумом, потому что мы основаны на хромиуме. На самом деле ситуация аналогична для всех браузеров. Все нормально в этой ситуации. Но так уж получилось, что в Рунете мы общаемся на русском языке. Обычно. И, может быть, я один такой криворукий, но иногда я забываю переключать раскладку и просто пишу, я даже не знаю, как это, рфиков вместо хабра-хабра. В этом случае просто мы не получим никакую ссылку из истории. Поисковые системы, все основные, прекрасно понимают, что я на самом деле имел в виду. Это мы видим по поисковым подсказкам. Они понимают, что я на самом деле вводил хабра-хабра. Проблема была в том, что это понимает поисковая система, но не браузер. Иначе бы браузер подсказал конечную ссылку. Это тот момент, который мы исправили, наверное, в самой первой версии, с самого начала. Я мог бы рассказывать долго и обсуждать с вами то, что мы сделали снаружи или то, что сделали под капотом Chromium и Blink, но сегодня немножко не об этом. Поэтому я пойду дальше. Пару слов еще про Chromium и Blink и про то, как мы с ним работаем. Наша команда вполне, если так можно сказать, официально работает с проектом Chromium. Например, Chromium – это большой сложный проект. В нем всегда есть что исправить, всегда есть что оптимизировать. Мы это в первую очередь оптимизируем у себя, после чего мы не ленимся. И эту штуку оформляем в виде комментов и отправляем в проект Chromium. В большинстве случаев эти правки принимаются на той стороне и становятся частью проекта Chromium. То есть на самом деле, как бы парадоксально это не звучало, но наработки и исправления Яндекса в конечном счете попадают в браузер Chrome, в браузер Opera и в другие браузеры, которые основаны на проекте Chromium. Поэтому в данном случае это именно двухсторонняя работа в обоих направлениях. Я тут, кстати, привел, вы, наверное, можете спросить, что это за картинка. На самом деле это вот список тех, даже не знаю, как характеризовать, корпоративных почтовых адресов, с которых разрешено принимать кометы в проект Chromium. Я там подчеркнул Яндекс 536. Там же есть Opera и многие другие. За последшие два года мы от задачи удержания и выживания, наверное, уже, в принципе, перешли к более смелым идеям. Почему перешли? Потому что за эти два года 12% доли среди десктопных браузеров в России набрали. Поэтому можно было перейти к чему-то новому, например, к одному из этих проектов. Про один из этих проектов вы уже знаете, это проект Кусто. Собственно, про него сейчас и пойдет речь. В основе проекта Кусто лежат несколько принципиальных, фундаментальных идей, которые мы сформировали, наверное, еще до того, как Кусто вообще появился. Первая идея, она банальная, наверное, для многих, что браузер – это прежде всего окно. Окно в мире интернета. Никто не запускает браузер ради того, чтобы запустить браузер, ради того, чтобы поработать в браузере. Мы запускаем браузер ради того, чтобы получить доступ к сервисам, к сайтам, к их контенту. Соответственно, как и любое окно, чем лучше визуально мы воспринимаем сам контент, а не оболочку вокруг него, тем лучше. Чем больше мы видим света и, как бы это сказать, мы смотрим в окно, мы не смотрим на раму. Мы видим то, что находится за окном. Поэтому браузер – это как окно, это первая наша базовая идея. И вот мы посмотрим на то, как выглядит хромиум в текущем состоянии. Полоски, серые панели. Я тут привел особенно такой выдающийся случай, когда всплывало две панели. Причем они совершают, наверное, самый главный браузерный грех. Это, если так можно выразиться, это вмешивается в отображение контента. Они его сдвигают полностью вниз. Каждая всплывающая панель смещала сайт вниз. На самом деле с другими браузерами все не сильно лучше. Тут, наверное, надо было мне еще поставить нашу текущую версию Яндекс.Браузера. Она была бы примерно такая же серая, как и все остальные. Поэтому мы хотели от этого уйти. Особенно хочу обратить внимание, к чему нужна серая заливка на панели вкладок, если у вас открыта всего одна вкладка. Вторая идея – это то, что современные сайты – это больше веб-приложения, нежели просто отдельные документы. Согласитесь, что за последние 20 лет веб радикально изменился. Теперь мы не просто переходим между страничками по гиперссылкам. Теперь сайты стараются задержать нас в себе, замкнуть пользователя полностью на себе, например, Facebook, ВКонтакте, Google+. Все это можно охарактеризовать как веб-приложение. Пользователь, попадая в сеть, просто начинает общаться, обмениваться видео, фото, слушать музыку, что угодно делать, но его всячески удерживать. Например, ВКонтакте. Там можно прямо уже читать новости, которые закешированы на стороне ВКонтакте. Поэтому в нашем понимании браузер должен соответствовать этой идее, что сайты – это теперь больше веб-приложения. Исходя из этих двух идей, кстати, там еще будет третья идея, но к ней я хочу вернуться чуть позже. Исходя из этих двух идей, мы хотели сделать браузер таким, чтобы визуально, я вообще сегодня буду очень часто говорить слово «визуально», потому что мне кажется, это очень важно, в первую очередь мы воспринимали контент сайта, а не то, в какой рамке он работает, не то, в каком браузере он работает. Поэтому вот это такой рисунок на самом деле поверхностный. Почему бы не сделать браузер, в котором вообще нет никакого управления, никаких элементов, никакого интерфейса? За источниками вдохновения тут далеко идти не надо. Например, вот этот хедап-дисплей автомобильный или даже айфон. Причем в случае с айфоном, объясню, в чем это заключается, пример. Аналоговая, скажем так, клавиатура уступила место приложениям. То есть мы видим клавиатуру тогда, когда она действительно нужна, а не все остальное время. А это, наверное, самый, ну или почти самый первый рисунок того, как мы экспериментировали с исчезающими интерфейсами. Это тоже было еще до проекта Кусто, которого никогда, на тот момент еще не было. Верхняя панель, как вы видите, она, точнее даже не видите, как только вы наводили мышку, в верхнюю часть браузера появлялась вот эта, собственно, панель. Остальное время ее полностью не было. От этой идеи мы достаточно быстро отказались. Ну, по одной простой причине, в этом случае возникало больше проблем, чем пользы. Так или иначе, какие-то элементы все равно должны быть на виду. Это даже не только системные контролы, вроде свернуть, развернуть окно. Это еще, например, кнопка меню. По нашим исследованиям, ну, кнопку меню в принципе нельзя прятать, иначе большая часть пользователей просто никогда не доберется до того, что скрыто за кнопкой меню. Ну, если уж есть кнопка меню, контролы, то панель так или иначе нужно сохранить. А это уже первый рисунок уже действительно проекта Кусто. В таком виде вы браузер уже не увидели. То есть альфа-версия сильно от этого отличается. Но это то, с чего, наверное, мы начинали работать. Мы полностью минимизировали интерфейс, но на самом деле задача была не в том, чтобы минимизировать интерфейс. Я просто на всякий случай скажу, было много заблуждений в плане восприятия нашего запуска, что мы боролись за уменьшение количества пикселей и что-то в этом роде. Дело не в количестве пикселей. Дело в том, чтобы сайт визуально доминировал над браузером, чтобы просто вы запускали браузер, видели сайт. Не рассматривать сначала панели, спускались вниз. Идем дальше. Что делать с панелью? Если мы решили вернуть панель, точнее не отказываться от нее, то как сделать так, чтобы избежать серой заливки, которая просто... Ну, в общем, мы не хотели возвращаться к серой заливке, однозначно. Поэтому мы воспользовались достаточно хорошо, наверное, известным инструментом. Инструмент называется прозрачность. Не совсем прозрачность, скорее эффект матового стекла, когда вы берете контент, который находится позади панели, накладываете на нее размытие по гауссу, еще парочку эффектов, и получаете вот такое вот что-то вроде стекла. В этом случае, с одной стороны, мы сохранили пространство для размещения необходимых кнопок, с другой стороны, мы добились эффекта того, чтобы... Я просто даже прошу посмотреть на картинку, мне кажется, даже говорить ничего не надо. Представьте, что это три разных сайта, они три одинаковых. Визуальном просто сайт доминирует над браузером. Добиться прозрачности панели, когда контент есть за панелью, легко. Ну, как я уже сказал, какими эффектами. А что делать, когда панель находится в самом верху страницы или в самом низу? Очевидно, что за ней никакого контента сейчас нет. Тут мы на самом деле экспериментировали очень долго и продолжаем экспериментировать. На текущий момент мы берем ближайший к панели контент и отражаем его. Отражаем и размываем. Получается достаточно интересный эффект, который в ряде случаев выглядит очень красиво, в ряде случаев его еще нужно дорабатывать. Но работа в этом направлении идет. А вот несколько слов про API для веб-разработчиков. Мы сделали API, пока черновая версия. Продолжаем ее дорабатывать, который позволяет разработчикам либо отключить матовое стекло, то есть, грубо говоря, полностью сделать прозрачные панели, либо покрасить их в свой цвет. Это то, как оно выглядит. Я скриншот сделал вчера на бета-версии Яндекс.Карт. Там API уже используется. Возвращаемся к первому рисунку кусту. А сейчас давайте посмотрим на панель вкладок, которая внизу. Это просто панель вкладок, которую мы разместили внизу. Думали бы вы. На самом деле там есть что-то, там есть кое-что интересное, о чем я сейчас расскажу. Для начала давайте взглянем на текущие панели вкладок, опять же, в трех браузерах. И опять надо было тут, наверное, поставить Яндекс.Браузер, потому что он выглядел бы примерно так же. Текущая система вкладок во всех современных браузерах, она ориентирована на все ту же идеологию, что каждая страничка, каждый сайт – это просто страничка с информацией. Поэтому если у вас открыто, скажем, 30 вкладок, а у меня обычно открыто как раз примерно 30 вкладок, разобраться в них бывает проблематично. Особенно проблематично, когда они те же… Когда нет, когда разные страницы одного сайта открыты в разных местах, получается каша, с которой нужно работать еще при этом. С точки зрения идеологии, это опять же противоречит идее, что каждый сайт – приложение. Поэтому здесь мы решили провести кое-какую работу. А чтобы провести кое-какую работу, нам надо было решить первую проблему. Проблема была очень простая. Как вернуть панель вкладок и избежать серого цвета? Для этого мы обратились к опыту Tableau. Это такая штука в нашем браузере. Что-то типа спидайла, экспресс-панели, визуальных закладок. Она позволяет получить… Она на самом деле объединяет две идеи. Когда мы создавали Tableau, мы взяли идею Хрома, что сайты на экспресс-панели авто заполняются по мере того, на какие из них вы заходите чаще всего. А вторая идея – это классическая опера, то, что вы можете сами брать и закреплять сайты в той последовательности, которую вам надо. Мы объединили эти две идеи, сделали Tableau, ну плюс добавили API для того, чтобы сайты могли уведомлять пользователей о каких-то изменениях на своем сайте. Но самое главное в контексте вопроса здесь в том, что перед нами только виджеты, вот эти карточки мы называем виджетами, перед нами только виджеты сайтов и абсолютно отсутствие какого-то лишнего интерфейса, то есть никаких серых полосок или что-то в этом роде. Поэтому нет ничего удивительного, что мы решили наши вкладки оформить полностью точно так же, как Tableau. Опять возвращаемся к этому рисунку и теперь смотрим уже на эти вкладки. Здесь мы видим те самые вкладки, которые мы оформили в стиле Tableau, но поскольку вкладки и Tableau стали выглядеть одинаково, дублирование сущности визуально, то мы объединили их полностью в одну сущность. То есть тут внизу на самом деле это не только открытые вкладки, это еще и элементы Tableau, то есть сайты, которые на самом деле еще не открыты. А дальше была большая возня с тем, чтобы добиться того, чтобы пользователь просто понимал, что он видит перед собой. Какая из этих карточек представляет себе вкладку, какая Tableau. Вариантов было много, никакой из них ни нас, ни наши тестовые группы в конечном счете не устроил. И в конечном счете на самом деле мы отказались от этой идеи, и мы полностью решили разорвать вкладки и Tableau, вернуть Tableau на прежнее место, а вкладки оставить вкладками. Это позволило на самом деле нам дальше работать с вкладками, уменьшая их внешний вид. Они стали тоньше, от явных логотипов мы перешли в сторону доменов. По крайней мере текущий вариант, он самый минималистичный из всех тех, что мы пробовали раньше. Теперь перехожу к идеологии, той самой идеологии по поводу группировки, я проболтался, по поводу того, чтобы сайты воспринимались как приложения, а не как набор страничек. Для этого мы воспользуемся той же группировкой, которая, наверное, тоже многим известна, группировка по домену. Страницы одного сайта группируются в один виджет, как только вы выходите за пределы сайта, они группируются в одну карточку. Как только вы возвращаетесь, вы попадаете в группы и можете переключаться между ними. Ну и плюс к этому мы разместили вкладки в нижней части приложения, там где у нас исторически расположены список запущенных приложений. После запуска Альфы нас завалили вопросами по поводу панели вкладок прежде всего. Поэтому сейчас мы работаем над тем, чтобы их чуть-чуть изменить. Возможно получится добавить немножко кастомизации. Думаю, мы найдем компромиссный вариант, так, чтобы пользователи были довольны, скажем так. Третья идея, о которой я обещал рассказать, эта идея на самом деле существует, существовала всегда, и не только в Яндекс.Браузере, но и в любом другом браузере, прослеживается она. Все согласны, что интернет без поисковика не может существовать. Мы не можем себе представить нормальное существование интернета, если не будет Гугла, Яндекса, Бинг. Мы говорим следующее, что браузер не может существовать без поисковика тоже. И в этом мы не оригинальны. Если бы это было не так, то в 90-е годы в браузеры не стали бы встраивать поисковые строки. Их стали встраивать, значит, они были нужны. Идеи развиваются дальше. Google встраивает в Chrome элементы Google Now, голосовой ввод. Мы идем своим путем, встраиваем, интегрируем с поиском. Например, научили поиск по странице учитывать морфологию русского языка. Добавили возможность, что если пользователь заходит на сайт, который блокируется сейв-браузингом, как содержащий вредоносный элемент, то мы даем ссылку на безопасную копию, которая подготовлена опять же поисковыми технологиями. Ну и некоторые другие детали, о которых я тоже при желании могу рассказать. Эта же идея, третья, легла в основу проекта, который мы когда-то называли «Феномен». Он тоже из тех самых времен, когда еще никакого кустов компании не было. Идея была простая. Вот тут, кстати, чудом сохранившаяся фотография из переговорки. Не знаю даже, к чему привлечь внимание. Наверное, к тем двум жирным точкам, выделенным. Это контекстная навигация и метаинформация от страницы. То есть мы хотели, чтобы пользователь каким-то образом получал дополнительную информацию о том сайте, который он просматривает. В конечном счете это выделилось вот в такой прототип на базе старого текущего браузера. Даже не знаю, видно вам тут или нет. В самом нижнем правом углу выводится вот эта самая расширенная информация. Тут была очень, скажем так, скромная информация, поэтому, скорее всего, она и не дошла до финальной стадии. Были еще вот такие экзотические варианты. Я не знаю просто, что должно было прийти в голову, чтобы засунуть эту информацию в меню закладок. Кто знает, какие бы варианты мы еще бы увидели, если бы не идея прозрачности. Идея прозрачности не оставляет в принципе уже никаких вариантов, кроме как накладывать это в виде дополнительного прозрачного слоя поверх открытой страницы. Эту штуку мы назвали «изнанка». Изнанка в массе своей – это просто страница, к которой мы перетащили все эти элементы, для которых не нашлось места в другом интерфейсе. Но самое важное здесь внизу – это вот те же самые контекстные ссылки и рекомендации, которые мы можем формировать на основе поисковых знаний и предоставлять пользователю в браузере. Например, это могут быть ссылки на связанные ресурсы, это могут быть адресы, ссылка на карту, например, в ближайшем офисе. Это может быть более выгодное предложение, если вы, например, смотрите цену какого-то товара. Над вариантами и типами этой информации мы еще работаем, но идея, думаю, тут понятна. Следующий момент поисковой интеграции – это расширение поисковых подсказок. Поисковые подсказки изначально умели, что они изначально умели просто подсказывать, уточнять ваш поисковый запрос. И не более того, мы сначала добились того, чтобы поисковые подсказки уже в текущей версии отвечали на простые вопросы, например, курс доллара, и шли дальше. Вот, например, опять же, очень древний скриншот, как вы видите, он даже сделан скорее в хромеуме, потому что на тот момент, это еще до 2012 года, еще до того, как мы выпустили первую версию браузера, мы экспериментировали с различными вариантами того, как в поисковых подсказках подсказывать, простите за тавтологию, расширенную информацию. Например, здесь просто цены. Были варианты, где мы показывали видео, показывали картинки. Проблемы были. Проблемы были в первую очередь с тем, чтобы добиться того, чтобы поисковые подсказки работали быстро. Понятно, что любой дополнительный контент, особенно видео, лишает поисковые подсказки их молниеносности и добавляет проблемы. Как это выглядит сейчас? Вот то, как оно заработало у нас сейчас. Мы стали вытаскивать дополнительную информацию с Википедии, например, текстовое описание, стали вытаскивать фотографии, стали вытаскивать быстрые ссылки на подразделы сайта. Это то, что мы называем быстрый… нет, богатый ответ. Первый богатый ответ. Есть еще третья идея. Третья идея в Альфе пока, скажем так, не готова, не успели. Она заключается в том, чтобы предоставлять пользователю дополнительную информацию без перехода в поисковик. Сейчас у нас в браутере есть такая штука, как переводчик, когда вы переводите какое-то иностранное слово или даже фразу, и у вас всплывает окошко с переводом. Вот примерно так же оно должно работать, но для большего числа информации. Например, вот как на скриншоте выделяете адрес кинотеатра, он подсказывает вам карту, адрес. Какие можно подвести предварительные итоги альфа-тестирования, которые еще нигде не озвучивал. Первый итог – это то, что мы не ожидали такого ажиотажа, действительно. Количество альфа-тестеров, так можно назвать, всех, кто установил и использовал альфа-версию, превысило, наверное, в несколько раз, в принципе, все наши планы. И это на самом деле здорово, потому что теперь мы можем на основе отзывов пользователей корректировать наши собственные планы. Второй вывод, который можно сделать из этого, достаточно неожиданный. Многие пользователи, казалось бы, дизайнерский визуальный запуск повлиял на них так, что они начали копаться в браузере и находить в нем то, что они раньше не видели. Дошло даже до курьезных случаев. Например, один известный блогер и еще несколько СМИ нашли в альфа-версии просмотрщик книжек электронных, посчитали, что это такая пасхалка, которую мы тайно внедрили. На самом деле эта штука работает с начала года в текущей стабильной версии, причем не только для книжек, а для офисных документов. Ну, на самом деле было интересно все это читать. Причем большинство пользователей, которые поставили альфу, они вообще никогда не использовали, наверное, Яндекс.Браузер, или, по крайней мере, в данный момент не используют. Поэтому это уникальный, интересный для нас опыт, который мы раньше не проходили, и теперь просто стараемся всю полученную информацию собрать воедино и идти дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!